Здравствуйте! В эфире информационная программа события в студии Ольга Ловина. Сегодня выпуски. Проблемы жителей на личном контроле. Губернатор Александр Богомас провел прием граждан в приемной президента Российской Федерации. Подробности в репортаже Александра Новикова. Из Брянска в зону СВО отправилась очередная группа добровольцев. Подробности в репортаже Светланы Дробковой. Пожилая пара из деревни Меженики Стародубского района пожертвовала все свои финансовые накопления в пользу больного ребенка. Подробности в репортаже Александры Седачевой. В Брянске в ближайшее время планируется выпилка нескольких тысяч ясеней. Более подробно скажу вам я, Алексей Есипенко. 14 и 15 июля в селе Кокино на базе Брянского государственного аграрного университета состоится ежегодный сельскохозяйственный праздник День поля. Ожидаются гости из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Достижения сельского хозяйства, передовые технологии, новые сорта растений, а также большая культурная программа. Приходите и вы. Вся подробная информация есть на официальном сайте Дня Брянского поля. Возрастное ограничение 6+. Ремонт сельского дома культуры и подъездов многоквартирного дома. Получение гранта Агростартап. Лекарственное обеспечение и жилье сиротам. С такими обращениями пришли жители области к губернатору Александру Богомазу в приемную президента России. Какие решения были найдены, расскажет наш корреспондент Александр Новиков. Наш Луговецкий сельский дом культуры построен в 1979 году. И со временем, уже заявивши в это время, в ДИСШ требуется капитальный ремонт. Нина Ивановна приехала на прием к губернатору из села Луговец Мглинского района. 40 лет она работает в местном ДК. И, конечно, болеет за него душой. Зданию нужен капитальный ремонт. По какой программе или за счет областной бюджет? На проект культуры, Александр Ильич, направили на следующий год в Москву. Документация заявочная? Смирается. Да, если не пройдет, то да. За счет областной бюджет. В селе есть газопровод, но вот к дому культуры его так и не подвели. Приходится по старинке топить углем и дровами. Дровами? Да. Такое единственное стоя осталось. Один единственный дом культуры, который топится дровами. Уголь не всегда можно прицвести, потому что всегда. А труба находится рядом? Да, рядом. Ну, давайте. Ну, получается, что если газификацию делать, то нужно отдельную котельную строить. Виктория из Брянского района с 2010 года занимается разведением птицы на семейной ферме. Водки, луси, куру, да? Да. То есть 3 тысячи это у нас постоянно или в течение года? Ну, у нас нестабильно, не всегда так. Ну, в среднем сколько в год у вас получается выращивать птицы? Ну, 2-2,5 тысячи. До 3 тысячи. Есть большое желание развивать свое хозяйство. Для этого просит дать ей возможность участвовать в конкурсе на получение гранта по программе «Агростартап». Максимальная сумма гранта – 3 миллиона, на которые у Виктории уже есть планы. Приобрести клеточные батареи, систему паяния усовершенствовать, кормушки, дополнительные постройки. Мы сейчас… Есть желание развиваться в новом направлении для себя – перепеловодство. Виктория Михайловна из Брянска пришла на прием из-за дочери. 12 лет назад ей провели операцию по пересадке печени. Так, нормально себя чувствуешь? Да. Нормально? Сейчас что нужно? Мне нужно, чтобы давали оригинальный препарат, выписывали, програф, потому что мы пробовали. До настоящего времени дочь Алина обеспечивалась этим препаратом и в будущем она будет обеспечена. Мы закупили достаточно количество. Но очень много проблем было, что пришли на прием? Нет, ну периодически были сбои до этого. Препарат импортный? Да, препарат импортный, его то не закупали, то поставок не было. Препарат, получается, нужно постоянно применять? Да, вот этот. Это пожизненный препарат. Это препарат, чтобы не было отторжения? Да, да, да. Да? Хорошо, Эта Михайловна. Все будет, все что обращаются. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. И дочери, всего хорошего. Спасибо большое. Следующей на прием к Александру Богомазу пришла целая семья из Сещи. Елена Витальевна, мать двоих детей, есть муж. Уже 10 лет стоит в очереди на квартиру как сирота. Сещи? Нет, хотелось бы в Брянске. А что в Брянске? Ну, все еще там. Ну что, работаете все еще? Дети урастают. Ну и что? Надо думать о детях в первую очередь. Ну, я вот думаю о детях. Мне внуки живут в деревне. Чем ближе к земле, тем лучше вырастем детей. Совсем недавно в Брянской области принят закон о предоставлении сиротам, по их желанию, не квартир, а сертификатов. Сейчас вот вы можете получить сертификат, не квартиры, а сертификат, который на сегодня там будет в 2-20. И уважать его квартиру. Ну, для вас это получать однокомную квартиру. Сейчас мы почему принимали? Мы принимали тем, кому исполнилось 27-го и выше. Вот, чтобы мы не могли не квартиру ждать, а однокомную, и потом ее продавать, покупать все другие. А именно получить сертификат, вложить в жилье, именно в жилье, добавить своих, чтобы получилось там двухкомную квартиру. Этот вариант устроил семью Елены. Жилищный вопрос, но несколько иного рода, беспокоит и Светлану Викторовну из Брянска. От имени жильцов дома номер 33 по улице Ромашина она просит помочь с ремонтом цоколя, входных групп и лестниц в подвалы. Мы бы хотели попросить вас посодействовать в решении вот этого вопроса. Усложняется тем, что на доме по статье «Содержание текущий ремонт», к сожалению, есть задолженность у жильцов перед управляющей компанией. Но я думаю, так как эти работы обязательны к исполнению, жилищная инспекция примет все меры и в ближайшее время управляющая компания данные работы выполнит. Александр Витальевич, что я на контроль? На контроль. И то, что Александр Викторович просит. Но это именно контроль правящей компании, что они должны сделать. Александр Новиков, Алексей Рязанцев, Анатолий Чикрыгин, Брянск. Школа, детсад, поликлиника, спортманеж и Славянский мост на контроле у губернатора. Александр Богомас проинспектировал городские стройки. Вы когда будете делать? Осталось полгода, ежеменьше. Ну, вообще, это летний контракт, но я его сдам в этом году. Стараемся. У нас контракт, конечно, на следующий декабрь, 24-го года, но мы не идем на эту дату. Задача у нас пора еще не сдадится. Поликлиника на старом аэропорту. Сейчас внутри укладывают плитку и настенную, и напольную. Монтируют двери, проводят электрику, вентиляцию и водоснабжение. Закупают оборудование. За другой медицинский объект, хирургический корпус Брянской областной больницы опасений нет. Строительные работы идут строго по графику. Заканчивается возведение стен с укладкой плит перекрытия. Почти везде установили новые оконные блоки. Внутренней отделкой занимается несколько бригад штукатуров и половиков. В перегородке приступил к устройству. Ну, системы инженерные идут полным ходом. И вентиляция, и система отопления. Вот сегодня фура еще радиатору пришла. То есть вопросов таких организационных нет. Смонтирована бочная котельная. Идет закупка медицинской техники. Идет. Ну, я не хочу сказать отлично, но... Ну, первого января мы все задали. Да, ну, планы такие наши. На старте строительства новая школа на 1225 мест на старом аэропорту. До нее этот подрядчик делал одну маленькую школу. Затянул со всеми сроками. Сделал работу некачественно. И сейчас, когда надо как можно быстрее забить сваи, этим занимается всего два человека. Вопрос от губернатора. Почему такие недобросовестные исполнители выигрывают торги? Вот это называется пыль в глаза. Два человека. Здесь должны, эти должны бить, а тебе должно сразу идти, все разбито. А другие уже должны вязать арматуру. А третьи уже там вот заливать должны были, заливать. Если они хотят сделать, они же не хотят этого сделать. Людей-то нет. Ну и что? Два с половиной месяца вы про это. Сколько вот на сегодня, даже в этом, сколько выполнений было с этими сваями? А выполнение маленькое. Из 870 миллионов меньше одного процента освоения бюджета. Всего семь. Эту школу, как и школу на Флотской, должны сдать в следующем году. Здесь выполняется монтаж арматуры и опалубки под устройством монолитного перекрытия. К осени школу возведут под крышу. Что-то я думаю, что вы здесь больше уже все сделаете. Нет, нет, здесь основной масштаб работы у нас в нулевом цикле. Больше. Я думаю, что второй этаж. Это же мы видим, мы здесь все видим, а окружу не видим. Да нет. Все, здесь все хорошо. Там же на Флотской детский сад. И новая дорога, которая свяжет все объекты в этом микрорайоне. Здесь у нас вообще сомнения-то какие? Дорстрой-32, Александр Васильевич, они четко работают по графику, есть силы и возможности. Детский сад был проблемным объектом. Сейчас строители ошибки исправили. Вернулись к нужному темпу. Пока кровь идет по графику, но мы обещали 15-го, в связи с тем, что недели были дожди, еще на 10 дней оттягиваются. Но мы укладываем все. 25-го кровь будет готова, да? Кровь будет готова, да. 25-го. Значит, полностью индивидуальные сети тоже мы идем по графику. Еще один объект, который нужно сдать в этом году – футбольный манеж. Сейчас основная работа – устройство футбольного поля и инженерных сетей. Здесь что, на момент, можно сказать, что крыша есть, независимо от погодных условий. Блоустройство завершает, АБК завершает. Мы здесь были полтора месяца назад, но самое счастье, только что нету этих лесов. Значит так, у меня еще есть до декабря месяца время, но до ноября. Я в благоустройстве практически решен вопрос. С опережением идем, с хорошим опережением. Да, конец июля у нас только не будет асфальтироваться, у нас есть участок отъездных ворот, от технического проезда до места, где восстановились. Все остальное будет уже асфальтировано и готово. Конец июля. Рядом с манежем демонтируют ледовый дворец «Пересвет». Его ожидает масштабная реконструкция. Когда мы сделаем, подготовим полностью фундамент для того, чтобы монтировать? Конец сентября, октябрь мы еще будем работать. Монтаж планируем начать конец ноября где-то. Металл. Если будет раньше, получаться. Металл мы сейчас будем готовить. Мы с производителем договорились, изготавливаем, потому что нам здесь место не позволяет хранить. Мы изготавливаем, храним почепи у них на производстве. Этот вопрос уже решен. Последний объект по посещению, но не по значимости – Славянский мост. На данный момент сделано почти 98% монтажных работ по второму этапу строительства. Рабочие делают съезд, погружают шпунт, армируют продольные швы седьмого пролета. Один из вопросов касается подъезда к мосту. Задача сложная – сделать дорогу удобной и не повредить близлежащую инфраструктуру. Так бы здесь, думаю, фотофуры здесь убрали, только поставили здесь для пешехода. Здесь, здесь, здесь. Вот здесь, подальше. Работы на всех объектах остаются на постоянном контроле главы региона. Дмитрий Газин, Алексей Рязанцев, Анатолий Чикрыгин, Брянск. Защита оборудования, повышение надежности энергоснабжения потребителей и реализация социально значимых проектов в регионе. Эти темы губернатор Александр Богомас обсудил с исполняющим обязанности директора филиала ПАО «Россети» Центр Брянской Энерго Федором Капшуковым. Последние полтора года для Брянской Энерго выдались непростыми, но тем не менее компания смогла добиться немалых успехов. По итогам 22-го года на коллегии подводили наши итоги. Но вот сложный был нас год, но несмотря на это филиал Брянской Энерго занял первое место из 20 филиалов Центра и Центра Приволжья. Вот это мы 22-й год завершили. Первое место? Да, первое место мы заняли, вот наш филиал. По всем показателям и как основной деятельности, так и по всем услугам и допуслугам. Объекты энергетики страдают от обстрелов со стороны украинских нацистов. Специалисты Брянской Энерго восстанавливают энергоснабжение потребителей в кратчайшие сроки. У него здесь было 163, 92 было повреждено оборудование. Более 100 миллионов рублей ущерба, но люди сильно не заметили, что было там те два, те три, где условно 6-8 часов. Но это не были ни сутки, ни двое, ни трое, ни недели. Компания взялась за модернизацию системы наружного освещения в Брянске. Будет заменено более 12 тысяч светильников на энергоэффективные. И установлено новое освещение на улицах города. Мы провели полностью технический аудит наружного освещения города Брянска. Выявили, прошли сами ножками, посмотрели, какие светильники установлены. Всего 25 тысяч светильников установлено в городе Брянске. Из них 9 тысяч светодиодных, остальные не светодиодные, не энергоэффективные. На данный момент сейчас подготавливается вся документация. И планируем 21-му городской администрации в июле выйти на начало конкурсных процедур. И учитывая, что здесь вы компания государственная, государственная компания, мы вас ничем не рискуем, никакой коррупции нету, никакого там интереса чиновников нету, а именно интерес один, чтобы жителям города Брянска было светлое. Совершенно верно. Еще один важный проект – модернизация транспортной инфраструктуры Брянского троллейбусного управления. Это строительно-монтажные работы и замена оборудования на тяговых подстанциях и капитальный ремонт кабельных линий. Проект мы это с вами вместе должны закончить. Да, ну у нас уже опыт есть. Да, и троллейбусы мы должны, как основной вид транспорта в Брянске у нас прожить. Убирать мы пока не будем. И экологически. Да. То есть на ближайшие 15 лет 20 новых троллейбусов, которые мы получим, модернизацию сделаем, вот 20 лет троллейбусу в Брянске жить. Сейчас по городу уже курсируют 20 новых авангардов и 14 адмиралов. Закупка новых троллейбусов будет продолжена. Александр Новиков, Дмитрий Газин, Анатолий Чикрыгин, Алексей Рязанцев. Брянск. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Брянский священнослужитель передал бойцам СВО тонну сыра. Ирей Иоанн Выхованец также совершил молебен о здравии воинов. В Брянской области в борьбу с борщевиком вступили власти пяти районов. В последние годы число жалоб от жителей увеличилось. Брянские полицейские помогли беременной женщине из Дядьковского района быстро добраться до перинатального центра. В Клинцах выбирают место для мемориала погибшим 13 мая летчикам. Жители Брянской области могут предложить место для установки памятника. Брянск решили украсить по-новому к 80-летию освобождения города. Для этого в бюджете предусмотрят специальную статью расходов. Хотите больше новостей? Заходите на губерния.тв. В Брянске наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Время быть лидером». Он проходит в рамках федерального проекта партии «Единая Россия. Мир возможностей». В зале заседаний регионального отделения «Единой России» авторы лучших проектов популяризации здорового питания, ответственного отношения к финансам, сохранения исторической памяти и традиций народной культуры. Победители областного этапа конкурса «Время быть лидером». Они представят наш регион на всероссийском уровне и поборются за главный приз – поездку «Бартек». Наша регион активно участвует во всех всероссийских конкурсах. Очень много победителей. И когда подводятся итоги, очень приятно видеть на всероссийских конкурсах Брянская область, например, там Софья, Жуковка, там Ильянтон, Клетня. И вы знаете, это очень трогательно, когда я это вижу в Совете Федерации и на других площадках своих земляков. В этом году в акциях партийного проекта «Мир возможностей» приняли участие порядка 15 тысяч детей, их родителей и наставников из 245 школ и 135 детских садов региона. В 2023 году 135 дошкольных, общеобразовательных учреждений, это детские сады, были задействованы в этом мероприятии. И самых успешных, самых активных мы наградили сегодня воспитателя этих детских садов. Считаю, что год наставника, он успешно реализуется в нашем регионе. Ольга Макушникова, Матвей Николаев, Брянск. Из Брянска на альтернативную службу и в зону СВО отправилась очередная группа добровольцев. Пообщалась с ними и выяснила причины непростого выбора Светлана Трабкова. Перекличка «Короткий инструктаж» на путственное слово. Этим мужчинам от 20 до 58 лет. У всех разный жизненный опыт, профессии и семейный статус. Но есть и кое-что общее – желание защитить. Тех, кто провожает, тех, кто остается ждать, тех, кто в конце концов встретит с победой. Я закончил среднее профессиональное образование по должности фельдшер и имею переквалификацию «Скорая неотложная помощь». Посмотрел ситуацию и решил, что нужна помощь ребятам, тем более медицинская помощь никогда не будет лишняя. Со второго курса я уже катался на «Скорой помощи» как помощник фельдшера. У меня опыт, грубо говоря, четыре года. Далось очень быстро. Вечером не собирался, утром собрался, сел, приехал, подписал контракт. Это мой долг. Потому что обстановка накаляется. Я не могу позволить, чтобы моих родственников, мою семью кто-то обижал. Максим только-только получил диплом. Вместо года срочки выбрал два года службы по контракту. Мать сначала переживала, не хотела. Любая мать, наверное, не захочет. А так, ничего. Сказали, ну, твое дело, хочешь, иди. Николай живет в Брянске всего четыре года. Родом из далекого Хабаровска. Встретил в пункте отправки земляка и еще больше укрепился в принятом решении. Много друзей, ну и за плечами родители. Семья, прежде всего, думают, правильный выбор. Не сидеть же дома. Я нужнее там. Они будут проходить две недели подготовки в учебной воинской части, после чего только их распределят по боевым действующим воинским частям, где еще продолжится их подготовка, и после этого только примут участие в специальной военной операции. При заключении контракта военнослужащий получает 195 тысяч от правительства Российской Федерации и 200 тысяч от правительства Брянской области. Это дополнительное стимулирование. Напомним, зарплата военных в зоне СВО начинается от 204 тысяч рублей в месяц. Ее размер зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. Светлана Дробкова, Матвей Николаев, Брянск. Пожилая пара из стародубской деревни Меженики стала примером не только любви и верности. Любовь и Иван Дудко на склоне лет стали благотворителями. Все свои накопления они перечислили детскому фонду «Ванечка» в помощь больному ребенку. Сотрудники фонда и руководство района решили по-особому отблагодарить супругов Дудко. Любовь Михайловна и Иван Владимирович вместе уже 67 лет. Всю жизнь они прожили в селе Меженики Стародубского района, вырастили шестерых детей. Дудко трудились в колхозе. Их общий трудовой стаж – 80 лет. Сегодня их главное богатство – дети, внуки и правнуки. А свои финансовые сбережения четыре года назад они решили передать в помощь больному ребенку. Дети супружеской нашей пары Дудко отказались от тех средств, которые они хотели им передать, предложив им распорядиться суммой так, как они считают нужным. Они передали эти средства в благотворительный фонд «Ванечка» в помощь мальчику из города Сельцо. Семья передала 30 тысяч рублей, на которые было закуплено специализированное питание. Два года назад мальчика не стало. Но неважно, сколько было отпущено ребенку времени, важно было достойно это время прожить. И во всех хороших условиях и с нормальной, ну как в нашем понимании, нормальной жизнью, обеспечением этой жизни. И поэтому вот они сделали такое пожертвование. Фонд «Ванечка» ежегодно приезжает навестить семью благотворителей. В этот раз их приезд совпал с Днем семьи, любви и верности. Почтенную пару чествовали представители районной администрации и народный ансамбль русской песни «Дубравушка». Глава администрации вручил паре поздравительный адрес. Любови Михайловне букет ромашек. У себя на пасеке катал мед. Значит, вот эта баночка вчерашнего меда, держите. А эта баночка катал я мед месяц тому назад. Это мед прекрасный, рапсовый, значит, который здесь у нас рапс произрастает. Значит, то же самое. Для здоровья, чтобы вы пили чаем. Любовь Михайловна и Иван Владимирович поделились с гостями секретом своего семейного долголетия. Надо кто-то, чтобы один был более мягче, чем сието. А то, если обои такие скучные, надо, чтобы один отходил быстрее. И тогда время быстрее идет. И все становится нормально. Работать и жить, и ни на что не брошать именами. Семье Дудко Ирина Цыганкова подарила икону святых Петра и февронии, и цветы. Друг друга храните во все времена, живите в ладу и гармонии. Александра Седачева и Евгений Цветков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Стародубский район. В опасности зеленые насаждения города. Но 300-летний брянский ясень могут спасти от вредителей. Как? Об этом сразу после короткой рекламы. Военный комиссариат Брянской области празднует очередную годовщину со дня образования. 79 лет назад, 12 июля 1944 года, решение о его создании принял Генеральный штаб Рабочей Крестьянской Красной Армии. Тогда в его состав вошли 3 городских и 28 районных военных комиссариатов. Сегодня организация является частью Западного военного округа. Руководит ею полковник Марат Румансов. По итогам работы за год областной комиссариат стал первым в округе и вторым по России. Заслуженные награды сотрудники ведомства получили в торжественной обстановке. В Брянске объявлен новый карантин. На этот раз в опасности зеленые насаждения города. До региона дошел злостный вредитель с красивым названием. Ясеневая изумрудная златка. Из названия понятно, что жучок избирательно поражает только ясени. Что ждет деревья? В материале Алексея Исипенко. В Брянске новая напасть. В городе гибнут деревья. А конкретно ясени не уберегли и знаменитый памятник живой природы. Вот этот старый ясень, которому говорят более 300 лет. Его голые ветки особенно безжизнены на фоне бушующей липы. И специалисты уверяют, что больные деревья не вылечить. Брянск ожидает большая санитарная рубка. По мнению ученых, смертельной болезни деревьев повинен жучок. Только в парке и лесные сараи придется выпилить более 30 засохших ясеней. Определенный вредитель – это жучок ясеневая златка, которая живет под корой дерева и вытягивает все его соки. Родина ясеневая ускотила из латки – это Юго-Восточная Азия. Пришла она нам неизвестно откуда, откуда-то оттуда. Сначала были случаи заражения в Канаде и США. То есть она начала оттуда, с североамериканского континента, потом пришла к нам. Первые случаи гибели ясеня от вредителя в нашей стране стали регистрироваться в начале нулевых. В Брянской области вредитель распространился около двух лет назад. Только в советском районе города Брянска произрастает более полутора тысяч ясеней. И почти все они стали усыхать. Признаки заболеваемости появились в прошлом году. Выходила большая комиссия представителей БГИТа, лесхозяйственного факультета. И дали заключение, что лечение не поддерживает. Вредитель живет под корой исключительно ясеня. Именно это дерево стало кормовой базой для личинок златки, у которой каждую весну начинается массовый лед. Дальше самка откладывает яйца, проходит доп. питание жуки. Самка откладывает яйца в трещины коры. Выводятся личинки. В своем развитии они прогрызают кору, уходят с клуба. Начинают подгрызать все, что есть живое в древесине. Соответственно, ясень после этого начинает умирать. Долго, мучительно. Появляются водяные побеги, засыхает верхушка. То есть водяные побеги, это из спящих почек появляются, вы видели, наверное, на ясенях, такие вот прямо кустики растут по стволу. Это вот называется водяные побеги. Это вот следствие заселения вредителей. Вот это, извините за такое слово, зараза появилась еще раньше в Москве. И срок передвижения у нее, это 40 километров в год. Да, в Москве с этой проблемой решили. Эту проблему решили неизлечением. Неизлечением далеко. И вот она дошла до нас. Начиная с 21 июня, специалисты управления Россельхознадзора ввели по Ясеневой Златке карантин. Что делаем мы, Советская Администрация? Создана комиссия, в состав комиссии входит наш специалист, представитель или специалист управления по строительству города Брянска, комитет по ЖКХ. И на первом этапе это обследование деревьев. После составления актов и определения подрядной организации ясени будут выпилены. Городскими властями уже готовится план по высаживанию здоровых деревьев. Скорее всего, это будет широколистный клён и стойкая городской среди липа. А вот что касается памятника живой природы, то по мнению специалистов, за самый старый ясень Европы еще можно побороться. Есть, конечно, инсектициды, которые вкалываются в дерево, но это очень дорого и это борьба за каждое дерево, по большому счету. А вот что касается нашего 300-летнего, можно его побороться за него? И сколько это стоит? Ну, сколько это стоит, я не знаю. Это нужно в специализированных организациях, которые занимаются этим узнавать. Побороться, в принципе, можно. Алексей Есипенко, Алексей Рязанцев, Брянск. С очередным визитом в наши области архитекторы деревьев. Садоводы, мастера Тапиара и Бонсай помогли монахам Площанской пустыни привести в порядок местный дендрарий. Садовые ножницы, пила и секатор. В руках умилых мастеров то же, что машинка для стрижки волос или расческа. Красоту зеленых насаждений в Площанской пустыне подчеркивают не парикмахеры, а архитекторы деревьев. Они здесь благодаря брянскому питомнику «Зеленый город». В лице директора Клевцова Дениса Анатольевича. Он же выпускник школы Бонсайни Ваки Андрея Дарусенкова. Общее дело объединило профессионалов со всей страны. От столицы до набережных Челнов. Приехали издалека не просто обрезать сухие ветви. Мне вообще не нравится термин «обрезка деревьев», потому что под обрезкой мы понимаем, что мы что-то урезали, и оно уменьшилось. Мы, наоборот, увеличиваем дерево в смысле его ценности и красоты. То есть мы ищем, что в дереве самое красивое, и подчеркиваем это. Но это, скорее всего, ближе к стилисту деревьев. И мы своими действиями делаем эти деревья красивыми и здоровыми. Потому что это тоже одно из открытий, которые я в свое время сделал для себя, что здоровье и красота идут рука об руку. То, что мы делаем, это называется санитарная обрезка. То есть чистить деревья от мертвых тканей нужно обязательно. Все деревья, любые деревья, кустарники. И чем ты чаще это делаешь, тем меньше оно забивается. История Площанской пустыни уходит вглубь веков. А вот собственным садом обитель обзавелась недавно, в начале нулевых. Очень много редких деревьев, очень много деревьев, которые не растут в нашей местности. Но какой-то, видимо, оазис. И Господь благословляет в этом месте этим деревьям, этим кустарникам, растениям расти. Цветущая катальпа, барбарис, японская сакура и даже лириодендрон. Североамериканское тюльпанное дерево. В Брянске есть питомник, которым мы сотрудничали и сотрудничаем до сих пор. Это зеленый город. И это растение самое примечательное в этом саду нашем. Тюльпаны, которые являются украшением этого дерева, они обсыпают все это дерево сверху донизу, больше ста штук на одном дереве. Это красиво, это впечатляет. Красота требует ухода. В свою работу архитекторы деревьев без преувеличения вкладывают душу. Мне очень нравится заниматься деревьями. Они привлекают, и я думаю, что мы часть природы, часть их, потому что они живые, это интересно, они растут все время, они все время меняются. Почти 20 лет занимаюсь зеленением, деревьями, ландшафтом. Мне это нравится, мне это душу греет. Мне нравится смотреть на деревья, которые посажены уже есть и по 20 лет назад. Все-таки что-то мы делаем своими руками на этой планете красиво. Какой-то небольшой наставляем след. Природа красива сама по себе, но гармонию в нее привносит человек, своим трудом преображая окружающий мир, а вместе с ним и себя. Александра Савельева, Анатолий Чикрыгин, Брасовский район. Большой футбол возвращается на Брянщину. В воскресенье 16 июля футбольный клуб «Динамо» Брянск проведет первый домашний матч чемпионата Второй Лиги А. Соперником «Синебелых» станет команда «Краснодар-2». Начало 18.00. Футбольный клуб «Динамо» Брянск приглашает болельщиков перед началом матча принять участие в развлекательной программе. На стадионе «Динамо» начиная с 17.00 будет организована фотозона, игры и конкурсы для детей, выступления творческих коллективов. 16 июля стадион «Динамо». Болеем за наших. Возрастное ограничение 0+. И это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи.